Здравствуйте! Я учитель истории, школа гимназии 24, Бекмурзаева А.К. Зриталиевна. Я проведу урок «Мировую историю в 10 классе. Тема занятия – средневековая Индия». На огромном полуострове Индостан в первые века нашей эры проживало около 50 миллионов человек. Население Индии состояло из многочисленных племен и народов, которые находились на разном уровне развития. У некоторых из этих племен еще сохранялся первобытный общенный строй, другие находились на стадии зарождения государства, у третьих государства возникли еще в глубокой древности. Центрами могущественных, хотя и недолговечных держав, неизменно оказывались районы, наиболее благоприятные для земледелия. Географическая и национальная разобщенность этих народов, их деление на северные и южные племена, приводили к тому, что Индия была как бы поделена на две части, и народы, которые населяли Индию, жили в разных государствах. Но в то же время на протяжении всего средневековья существовало и единство всего полуострова, основой которого служило единое культурное наследие древности. Это наследие выражалось прежде всего в индуизме и санскрите. Санскрит – это древний литературный язык Индии со сложной грамматикой. Само слово «санскрит» означает «обработанный, совершенный». Грамматика санскрита чрезвычайно сложна и архаична. Он считается одним из самых фликтивных языков мира. Древние авторы с восторгом описывали плодородие магатских земель и множество дождей, которые выпадали здесь. Изобилие осадков помогало жителям Магатски выращивать благолюбивую культуру рис. Кроме того, здесь были богатые залежи полезных ископаемых, в частности металлов. В начале IV века магатха стала центром крупного государства – империи гуптов. В период своего наивысшего расцвета империя охватывала огромную территорию в Северной Индии. Правители этого государства отличались исключительно воинственным характером. Известно об их походах южные районы в Дикан. Они безуспешно пытались присоединить эти территории к своему государству. Однако то, что не смогли сделать воины, прекрасно удавалось купцам. Именно их торговые караваны связывали жителей разных частей Индии. С древних времен наиболее удобным торговым путем Северной Индии был Ганг и его притоки. Торговцы торговали металлическими изделиями, солью, лошадьми, предметами роскоши. Окрестные деревни снабжали города продуктами питания. Широко были распространены деревенские рынки и ярмарки. Поскольку большая часть торговых путей в Индии проходила по воде, то в стране было развито судоходство и судостроение. Купцы из богатых государств Юга Индии были желанными гостями на рынках Европы. В первые века н.э. они торговали в Византии, в Риме. Особый спрос на Западе был на индийские пряности, благовония, редкие породы дерева и ткани, также диковинные звери и птицы. При этом торговля велась как морскими, так и сухопутными караванными путями. О богатстве индийских купцов и исключительно высоком мастерстве ремесленников свидетельствуют найденные археологами золотые монеты, великолепные чеканки, которыми индийцы расплачивались в далеких странах. В городах складывалось городское самоуправление. Во главе города назначалось городское собрание. В него входили главы наиболее влиятельных и богатых каст. Городское собрание собирало рыночные пошлины и налоги с ремесленников. Городское собрание также следило за порядком в городе и разрешало тяжбы. Также в городах складывались купеческие объединения. Они вели контроль за торговлем в областях. Если вы помните, еще в древние времена в Индии сложилось деление на четыре сословия, которые назывались варны. В средние века в этом традиционном делении общества произошли изменения. Если раньше положение человека в обществе определялось его происхождением, то теперь все большее значение приобретало богатство. Вспомните, пожалуйста, эти варны. Самая главная варна – это были брахманы, жрецы. Второй варной считалась кшатрии. Это были воины. Третьей варной были вайши. Это крестьяне-общники. Четвертой варной были шудры. Была еще одна группа людей, которые назывались панчама – неприкасаемые. Постепенное деление общества на варны теряло свое прежнее значение. Более того, происходило изменение и смешение старых порядков. Теперь каждая варна стала делиться еще на множество каст по-идийски джатти. Происхождение многих из них было связано с разделением труда и появлением новых ремесел и профессий. Например, в касту брахманов теперь уже входили учителя, врачи. В касте воинов стали относиться землевладельческая знать. Еще другой особенностью Индии были крестьянские общины. На севере Индии они включали по несколько деревень. На юге отдельные общины иногда объединяли целые области. Члены общины совместно строили каналы и колодцы. Организовали управление и оборону деревень. Каждый общинник владел своим участком земли, придавал его по наследству продавать и покупать землю. Но община контролировала эту куплю-продажу. Земля была обложена под земельным налогом, который ушел в казну государства. Империя гуптов прекратила свое существование после вторжения гунов из Центральной Азии. После распада империи гуптов в VI веке, территория Индии опять раздробилась на маленькие региональные царства. Небольшое ответвление династии гуптов продолжало править Магадхой до первой половины VII века. Когда царь Харшавартхана окончательно покончил с династией гупта и основал свою империю. Белые гоны, которые, возможно, были частью племен ифталитов, к началу V века обосновались в Афганистане со столицей Бамияне. Именно они явились причиной падения династии гуптов. Однако эти исторические изменения не затронули большую часть Декана и Южную Индию. В начале VIII века в Индию начинают вторгаться мусульмане. Первые походы мусульман в Индию относятся к середине VII века. Однако они не принесли существенных результатов завоевателям. В 711 году Мухаммад ибн Касим захватил долину Инда, но дальнейшее продвижение вперед было остановлено после его смерти в 714 году. Индусы отчаянно защищались и проявили необыкновенное геройство. Завоевания мусульман проходили медленно. Храбрости военной организации индусов были серьезными препятствиями. Только ко второй половине X века основателю афганской династии газневидов Сибу-Ктигену удалось прочно утвердиться в Пенджабе. Его знаменитый сын Махмуд Газневи сделал 17 набегов на Индию. Газневид Масуд, первый из мусульманских правителей, переносит свою столицу в Индию, в Лахор. Династия газневидов угасла в конце XII века. И в это же время, в конце XII века, государство газневидов было завоевано Мухаммедом Гури. Но на этот раз мусульмане после грабежа индийских территорий не повернули назад, а начали утверждать свое господство в долине Ганга и продвигаться в глубь Индии. В 1206 году после гибели Мухаммеда Гури один из его начальников Кудбаддин Айбак провозгласил себя султаном и основал на севере Индии государство со столицей в Дели. Поэтому оно и получило название «Делийский султанат», который существовал с 1206 по 1526 год. Государственной религией делийского султаната был провозглашен ислам, который наслаждался в основном силой. Подавляющее большинство индийского населения считалось неверным. Эти люди стали почти бесправными и платили непосильные налоги. Особенно тяжелым был подушный налог со всех немусульман, который назывался джизья. Вершины своего могущества Делийский султанат достиг во время правления талантливого начальника Алла-Адина Мухаммеда. Он прежде всего дал отпор монголам в конце XIII века в Северной Индии. Когда внешняя опасность миновала, Алла-Адин провел ряд реформ. Он назначил воинам плату из государственной казны, повысил налоги, установил стабильные цены на пшеницу, ячмень, рис, сахар, масло, а также ткани, коней рабов и тому подобное. В конце исключительно жестокого правления Алла-Адина владение делийского султаната занимали весь Индостан. Однако это государство оказалось очень неустойчивым и вскоре после смерти своего основателя начала распадаться. В конце XIV века в султанате развязалась междоусобная борьба. И в это же время в Северную Индию вторгается Тимур, известный всем под именем Тамерлан. В 1398 году он захватил Дели, ограбил этот большой город, вырезал жителей и вернулся назад в Среднюю Азию. Путь, которым прошли войска этого свирепого захватчика, стал пустыней. С делийским султанатом прекратили считаться даже правители ближайших к столице областей. Я предлагаю вам домашнее задание – поработать с документами. Задание первое. Из записок китайского путешественника Сюанзиане известно, что мясники, рыбаки, уборщики мусора, знахари, прачки, бродящие артисты, могильщики, палачи и подобные им живут за пределами города. На улицах эти люди или совсем не появляются, или держатся левой стороны, пока не дойдут до нужного места. Их жилища окружены стенами и расположены за пределами города. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Каким кастом относятся выше приведенные группы жителей городов – к высшим или низшим? Каким ограничениям подвергались представители указанных профессий? И почему они подвергались таким ограничениям? И задание второе. По мнению российского востоковеда Васильева, средневековая Индия характеризовалась почти постоянной неустойчивостью политической власти. Эта неустойчивость отражалась в кратковременности и откровенной слабости династий и государств в существовании постоянной междоусобной борьбы нескольких одинаково слабых политических образований. Структура общества в Средневековой Индии осталась той же, что была и раньше. Как вы понимаете данное высказывание и аргументируете свой ответ? Тема закончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...